Всем кусь, ребят, с вами Леоми, и добро пожаловать в новую игрушечку на канале, и это у нас Death O3, то есть смерть или лечение. Она вышла буквально 50 минут назад, 11 мая 23-го года, хотя планировала изначально быть и 5 мая, но немножечко подзадержалась сразу же в релиз. До этого была доступна вроде как демо-версия этой игры, но я в неё, собственно, не играл. Узнал я об этой игре, ребят, от подписчиков в комментариях, чуть больше месяца назад, буквально был одинокий комментарий, касаемо предложения, касаемо этой игры. Я посмотрел, меня она сразу привлекла, она похожа визуально очень сильно на Heaven, Ice, Death, в таком же, собственно, стиле, это тоже слэшер причём. Цвета, старисованная графика, 2D, всё такое, я не знаю, даже рогалик это или нет, ничего не знаю, я посмотрел кадры, мне, в принципе, такие игры это близко, я обожаю такой визуальный стиль, динамика, всё такое. Я не против поиграть во что-то подобное, скажем так, поэтому посмотрим. Единственное, что я думал, что она будет стоить в районе 700 рублей, а на деле она оказалась за косарь с лишним, как приятный смерть, собственно, логично стоит. Честно говоря, жаба душил, надеюсь, что не зря всё-таки купил эту игрушку, что она вам понравится, будет интересно посмотреть прохождение, что она в целом меня порадует тоже, но это будет видно. Без понятия, ребят, много ли кто из вас ждал эту игрушку на канале, или много кто о ней вообще, в принципе, знал, возможно, что для кого-то откроется что-то новенькое, интересненькое, мне всегда такое приятно очень. Разработчиков я эту студию вижу впервые, с их играми тоже не знаком. Сауна Studios написано внизу там, и такая иконка краба с геймпадом в руках, вот прямо на меня сейчас похоже. Вот примерно так же чисто, да. На табличке написано на фоне какой-то Hello Town, не Hollow Poly, а Hello, типа, освещенный, может быть, гортый, что-то такое. По, ребят, настройкам, если что-то нужно сделать громче или тише, буду очень признателен, если вы мне напишите об этом. Графику я поставил ультра, я надеюсь, что меня с ней потянет более-менее. Разрешения, наверное, нет смысла ставить больше у меня. Типа, экран не такой огромный, я не знаю, как это работает, вроде не надо точно, не знаю, не уверен. Русский язык. И давайте, наверное, потихонечку начинать, у нас еще на гробу справа снизу написано Rip iPod какой-то. Не знаю, при чем здесь это, в общем-то. Просьба, ребят, само собой, у меня, как всегда, пожалуйста, без спойлеров, без советов каких-то, я сам разберусь с игрой, без бексита в комментариях, мол, делай так, играй так, ходи туда, делай вот это и так далее. Без всякого вот этого вот лишнего, без спойлеров, советов и прочего, я буду очень благодарен, так будет и мне интереснее, и зрителям в том числе. И давайте потихонечку начинать. Новый сейф. Поехали. Посмотрим, что игра себе представляет. Сначала заставочка. Так, ну-ка, ну-ка. Затравочка. А, все этот город. Гостмарт. Призрачный магазин или типа того, но я, может, что-то не знаю. Куда-то мы отправляемся, где какой-то злодей, судя по всему, руководит всем и заправляет. Эта кнопочка. А, дальше жаль, что нельзя было убрать, потому что она была лишней немножечко сбоку. Так, ну, я думаю, что здесь сюжет, скорее всего, будет такой номинальным дополнением. Основной акцент это будет на какой-то экшонистый слэшер геймплей. Не знаю, посмотрим. Сравнительно долгая была загрузочка. Зефирка. Жутик, ты видел, в каком состоянии весь город? Куда все убежали? Такое ощущение, что они просто испарились. И мне кажется, во всем виноват Сториум. Всему свое время. Чтобы разобраться с этим, нам придется потолковать по душам самим Факерберг... Факербергом. Ну, имечка. Сечешь, да? Но сначала нужно помочь этим беднягам. В противном случае нам просто некому будет продавать сладости. Бизнес есть бизнес, если ты понимаешь, о чем я. Мне показалось, я видел свет внутри тыквы, мимо которой мы проходили. То, что в самом центре городка. Если там кто-то есть, значит, мистер Джобс тоже не бросил свой бизнес. Есть реально отсылки на основателя Apple? Или как? Потому что же два таких момента было. Мы играем не за смерть, мы играем за какого-то духа или призрака, или типа того. Ой, какой непривычный прыжок. Мы медленно падаем вниз. Он похож... Блин, он похож, знаете, на что на прыжок в Hollow Knight. Он такой же джетпак, только медленный. Но ты буквально перемещаешься по вертикали скорее. Welcome to the humble village of Hello Town. У нас тут есть пёсель. А так она мне как-то недоступна. Detox Bugs. Магазин жизненных сил. Это мы все постепенно будем с этим разбираться. Так, понимаете, у нас души вон там сверху. Две есть, только что была вроде бы одна. Привет, Джутик. Если тебя интересует, как я до сих пор не подсел на сториум, ответ прост. Я гораздо сильнее тащусь от своей музыки. Ни за что бы не подумал, что она спасет мне жизнь. Но вот... Ты видел, как печально все закончилось. Наши старые друзья побросали свои дома. Нас осталось со всего горстка. Но не волнуйся. Я думаю, мы все еще можем вернуть в Hello Town. Ту атмосферу, которой так славился наш прекрасный городок. Не хватает озвучки персонажей, чтобы какой-то фоновый звук хотя бы шел. Зная тебя, я не сомневаюсь, что ты уже готов ринуться в драку. Однако, мой дорогой друг, думаю, сначала тебе нужно хотя бы обратиться за помощью к Джо Кусайдену. Как ты знаешь, Джо способен вернуть твою убиенную душу обратно в Hello Town. Поэтому он станет очень ценным подспорьем в этом предприятии. Подойдя к любому из магазинов, ты увидишь, что их можно восстановить при помощи к сладостей. Думаю, у тебя хватит конфеты и упорства, чтобы подбадривать своих владельцев. Но имей в виду, иногда тем может понадобиться дополнительный толчок. А, им, в смысле, да, имеется тем. Советую тебе навестить Джо Кусайдена и привести все в порядок. Пожалуй, будет очень разумно это сделать, сразу же ты покидаешь Hello Town. Много текста в начале, соответственно. Возможно, что стоит мне графику сделать пониже, я не знаю, ребят, потому что... Может быть, и оптимизации не хватит? Может, еще что-то? У меня... мне что вообще куда? А это, походу, все-таки не рогалик, возможно. Я просто до сих пор не знаю. Вообще, здесь души есть немножечко, здесь целую кучу всего можно качать за сладости. Это наша сна, эволюция, судьбу всему будет. Так, что ты мне скажешь, зефирка, еще? Слушай, ты видел, в каком состоянии весь город? Куда все убежать? Подождем, говорит, то же самое. Он буквально сказал мне то же самое. У него какой-то, типа, снайдный знак горит. Как будто с ним надо поболтать. Но на практике вроде как бы и нет. Песель, что скажешь? О, Песеля можно погладить. Куда без этого? Опа, спасибо. Песель душ дал мне. Хотя, может быть, это вовсе не душа, я не знаю. Куда мы с мотоциклистом на фоне, да? Классика жанра, тоже такой персонаж, который просто не объявленная часть канала. Вот здесь я упираюсь в какую-то текстурку местами. Что-то очень странно выглядит, на самом деле. Так, а мы летать не можем? Нет, летать не можем. Это вроде и не Митроидвания, наверное. Я не знаю. Кузня Франко. По жанрам, конечно, стим не стоит судить, потому что здесь этот жанр вроде как игроки выставляют, я так понимаю. Так, а здесь что? В ЛБ восстановить. Магазин Джокус Айден. Монтные ячейки, приносите больше ингредиентов при возвращении в город. Окей, допустим, мы, судя по всему, это должны восстановить. Начинающий строитель мне дали ачивочку. Джокус Айден. Такой дизайн прикольный у них. Как же приятно снова вернуться сюда. Не пугайся, я просто немного задремал. Будучи бессмертным, ты рано или поздно становишься немного сонным. Он вампир, судя по всему. Судя по его зубкам, да? А ты знал, что принести? Перед ними я не могу устоять. Спасибо тебе за такой подарок. Ладно, давай ближе к делу. Ты сказал, что хочешь разделаться с мистером Файкербергом? Как меня будет триггерить при прочтении этого имени? Более чем достойная цель для малыша-призрака вроде тебя. Если это действительно так, то я понимаю, зачем ты сюда заглянул. Не переживай, если что, я верну твою душу обратно в Хэллоу Таун в два счета. Это, судя по всему, нам объясняют механику, как мы будем резаться. Судя по всему, дорогалик, да? Да, и кстати, не стесняйся заходить, если захочешь увеличить место для вещей, которые носишь с собой. Можешь сходить и побеседовать с Сефиркой. Теперь, когда я снова здесь, он может расслабиться. Настала твоя очередь. Вступай и обручь на врагов в свой призрачный гнев. Окей, хорошо. Так, с ним можно еще полотать, чутик. Если действительно хочешь вернуться в этот мир... Если хочешь вернуть в этот мир дух Хэллоуина, тебе нужно будет раздобыть много разных ингредиентов. Очень много. Хэллоу Таун, судя по всему, не переводится. Я просто в переводчике просмотрел, там было написано слово освещать, мол. Возможно, что это именно отсылка на Хэллоуин, то есть Хэллоу Таун, сокращение, все такое. Если ты мне доверяешь, я могу тебе с этим помочь. Так, это у нас доступные ячейки для хранения ингредиентов. У нас сейчас... Пока нам... Это рано, я так понимаю, все изучать. Управление нас пока не обучали, у меня никаких опций нет, ни рывок, ничего такого не... А, нет, рывок доступен, как раз таки. Такое перемещение есть. Окей, а мне куда-то сюда идти или нет, вроде бы? Мне попал, так черт. Так, так, ну что, готов? Только прежде чем начинать, убедись, что у тебя есть все необходимое. Нам пора. Выбирай оружие и способность с умом. Ты не сможешь сюда вернуться, пока не... Ну, ладно, посмотрим, как все пройдет. Так, 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 у нас есть атака, описание, когда это было метлой... Когда-то это было метлой, но теперь от нее осталась лишь палка. Простейшее оружие. Прикольно, вот здесь черенок от метлы. Прикольно, когда у тебя визуализируется эффект оружия вот так вот снизу слева, например, как здесь есть. Напоминает мне, как в One Step From Eden сделано, весьма себе удобно. Выбери способность, но я ничего не могу нажать. А, вот, сначала я убрал оружие, а вот теперь я способность выбираю. Призрачный взрыв, пугалка, либо же бумеранг. Бумеранг, точнее. Да-да-да. Призывает вам армию взрывных приятелей-призраков, которых умереть за вас еще... За вас, еще раз. Отлично подходит авторам контента для Дьявол Тьюба. Это так, типа, Ютуб, да, Дьявол Тьюб? Ха-ха. Желающим увеличить число просмотров. И летит очень быстро, а потом возвращается, прямо как жизнь. Только ту уже никак не вернуть. Давайте призрачный взрыв возьмем себе, допустим, по порядку пойдем. Так, не знаю. У нас они, наверное, будут рандомно предлагаться в каждом забеге. Это наши обилки какие-то такие. У нас есть две шкалы, судя по всему, хп и какая-то энергия. Портал слева. Нам сюда надо, да? Дартчат. Прыжок, двойной прыжок, основная атака. Есть апперкот. Если комбо крутить. Есть способность. Ух ты, как запустилось. Всю энергию потратила, между прочим. Я вот не знаю, у меня музыки нет. Я сделал звуки потише, потому что у меня были очень громкие звуки махания моей метлой, я так понимаю. Так, дополнительно, это что? Это какой-то другой удар. То есть у нас есть несколько комбинаций атак. Есть раздавливание в воздухе, плюс вот так вот ударить по земле можно. Хорошо. Как у меня восполняется энергия, постепенно поймем. А, и здесь можно посмотреть наш урон как раз таки. Так, дартчат, все такое. Там написано, я не буду, ребят, все переводить, наверное. Так, ну и поехали начинать. Посмотрим, может быть, сейчас музычка появится, наверное. Так, это у нас что? Это первый локат, судя по всему. Дорога в штаб-квартиру в Фейсбу. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Будет долго и опасно. И помимо... Блин, забавно, мне нравится, когда вот так вот переводят. И оно... Интересная такая игра слов получается, все такое. Помимо диких долин и густых лесов, на пути к нему возвышается огромное здание. Фабрика Даркчат. Это основной центр производства сториума. Недавно получившего в Хеллоу Версе огромную популярность. Судя по всему сториуму, это наша основная валюта, так называется, да? Наши вот эти вот души или типа того, не знаю. Так, и вот у нас музычка потихонечку вроде бы появляется. Так-так-так-так-так, аккуратненько. Я вроде получил по лицу сейчас, но при этом я даже не понял этого сначала, потому что тычка так не ощущалась. Я хочу все-таки звук немножечко подбавить. Добавить, точнее. Погоди-ка. Так-то. Попробуем, допустим. Так, их много надо бить, да? Как у меня там обилка была? Погодите-ка. На Ку кнопку. Можно апперкот сделать. На РБ, по-моему. А, у меня на нее манны не хватает, она требовала больше. Так, давай, допустим, так сделаем. Какие-то штуки падают, не знаю. А, это бопа такую, я даже не понял сначала. Хорошо, что валюта ко мне вся собирается вроде как. Блин, а мне, кстати говоря, вот эти деревья, которые на переднем фоне, они могут весьма себе мешать обзору и мешать сражаться. Не знаю, сколько это хорошее решение. Посмотрим, сколько это будет критично вообще. Так, обилку заюзаем, потому что здесь что-то как-то много всего. Насколько здесь цена ошибки высокая и так далее. Вряд ли эта игрушечка, ребят, будет позиционироваться как сложная. Мне кажется, она будет просто так приятно весьма себе играться. Насколько она будет продумана по механикам, я высоких каких-то ожиданий, честно говоря, не питаю. Но потом посмотрим на практике, как она будет. Я меня подбросила там сначала. У меня здоровье после получения урона, кстати, игра как-то постепенно восстанавливается. Но восстанавливается только часть его. То есть такой эффект ралли типа, да, но не требующий моих атак, скажем так. Что в таком духе. Так, здесь у меня какой-то переход. Погоди-ка, я могу... А, блин, тут трудно разобрать сейчас мне сходу, какие платформы являются... Ага, здесь... У меня есть какая-то карта? Нет. Это не карта, ни хрена. Карты вроде бы нет. Ладно, допустим. Играю, ребят, если что, я на стике, потому что мне в такие 2D слэшеры и так далее гораздо комфортнее. Ну что комфортнее, просто больше нравится так играть. Я могу и на клаву мыши спокойно играть в такие игры при желании. Но мне так больше нравится. Так, все, надеюсь, я наконец-таки звук себя отбалансил, а то все никак не мог найти устраивающий меня уровень. Детучие мышки вот эти вот весьма себе противные, потому что они не улетают, до них не достать, блин. Не знаю, сколько здесь высокой цены ошибки будет или нет. Надеюсь, что никак в этом самом, как его в Have a Nice Death, потому что там бывало хилок не напасешься. Не то, что не напасешься, блин, их очень мало просто. Так, 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 блин, в таких местах будет тяжело сражаться, кстати. Еще пока я не совсем ощущаю свой прыжок. Когда он у меня есть, когда он на перезарядке, потому что он у тебя, знаешь... Анимация такая, знаете, неявная, когда ты нажимаешь на прыжок. Ай. Здесь нам надо куда-то подниматься. Какой-то паучок есть. Что-то он там держит, не знаю. Вроде нельзя ударить. Без понятия, есть ли тут какие-то секретки или нет. Так, аккуратно. У меня атаки мои продлевают время действия, время весения в воздухе. Тыква. Это не тыква, а просто тыква. Сразу же при виде тыквы теперь вспоминаю нашу старую добрую... Не старую добрую, а... Милую, очаровательную стажерку. Много душ. Это такая мини-секреточка получается. Несмотря на то, что, ребята, игра похожа визуальным стилем, скажем так, на Have a Nice Death, я не хочу, чтобы ее, знаете, там клеймили сразу же как-то, что, мол, копирка или что-то такое еще. У меня, в принципе, я к такому скептично отношусь. Я не против, если мне одна игра, например, нравится, симпатизирует. Я не против поиграть во что-нибудь подобное, если оно сделано хорошо. Если оно не просто копирует все, что было в другой игре, а что-то привносит свое в том числе. Я только за. Потому что многие, например, наиграются, да, в тот же Call of Night, например. Они хотят еще контента по нему. Они по нему дикому нравятся. Мне, собственно, аналогично. Потом появляется какой-нибудь Crossworn, и кто-то его клеймит сразу же копиркой. Хотя мне, вот, например, любопытно стало, и я хочу поиграть и, как и Силксон, жду, собственно. Мотоцикли снова. Так и от Crossworn я не откажусь. Если, собственно, игра выполнена хорошо, и в таком же стиле, я вполне себе не против. Я же хочу поиграть побольше подобное. Если оно, конечно, еще будет приносить что-то свое новенькое, а не просто копирует, то будет хорошо. И вот здесь, как бы, у меня примерно такое же отношение. Поэтому я бы с этим не забегал, если у кого-то появится такая вот, такая мания. А поскольку я уже не первый год, скажем так, на ютубе не первый раз вижу какие-то комментарии оставляют и так далее, то понимаю, что такое потенциально может быть. Игру я не пытаюсь как-то защищать, опять же. Но посмотрим, что как она из себя будет пристарать со временем. Ни с разработчиками, ни с кем-то еще как-то так я не знаком. К сожалению, я бы не... Сам, мне не было выслан на это игрушечки. Я бы еще не отказался, только Сарик как-то все-таки так жабу душил. Там сейчас скидка на него, конечно. Опять же, ребят, если что, я пополнял через этот самый, через... Через Киви. Здесь яблоко, кстати говоря, такое типа от Эппл, судя по всему. Наверное. На это отсылает security. Мы пришли в какой-то, собственно, город, в котором вот все... Все не очень хорошо идет из-за того, что какой-то засранец захватил власть. Судя по всему, у меня пока что такое впечатление складывается. А мы хотим его процветания. Может быть, я ошибаюсь. Может, у нас нет таких благих мотивов. Постепенно, я думаю, все выясним. Ух, нихрена, ребят, во сколько здесь. Давайте духов выпустим. А билка весьма себе сильная. Она ощущается пока что как какой-то ульт. Ну, может быть, это пока что так. Но при этом она медленно восстанавливается весьма. Пока мне метлы, конечно, на все хватает. Эть. Какую-то штучку подобрал, не знаю. Думаю, что хилка будет, но вроде бы нет. Лучше было, на самом деле, мне оставлять ульту на вот этих мовов, наверное. Охренеть тут мовов до хрена. Некоторых мовов мы вверх поднимаем. То ли апперкотом, то ли нет. И они зависают в воздухе специально, чтобы дать мне время их поатаковать, пока они в этом состоянии находятся. Рывок, я так понимаю. Ух, ни хрена. Ой, что-то как-то меня больно бьют уже. У меня мало здоровья осталось весьма. Собака вот эта кусачая. Мне не хватает явных анимаций. Знаете, когда я прыгаю, я не ощущаю эффекта прыжка. И я не ощущаю, когда меня дамажит. Я тоже не сразу понимаю порой. А ульт нельзя использовать мой, да? Так, отошли. То есть, все так, знаете, очень ровно ощущает слишком. Так, а вот это была хилочка уже именно. Так, собак, уйди. Мне, судя по всему, лучше перепрыгивать. Железный самородок. Возможно, что еще какая-то наша валюта, не знаю. Камера там какая-то сбоку следит, типа. Приятно такое звуковое сопровождение и умиротворяющая обстановочка немножко. Еще хилка, судя по всему. Так, а здесь какая-то вот картиночка нарисована сверху. Может быть, и каталитка будет решать в таком духе. Не знаю, можно здесь как-то определить пока, какая комната будет дальше и будет ли что-то такое еще особое. Потому что у меня нет ни карты, ни какого-то разделения маршрутов вроде бы пока что. Но мне, например, раньше времени писать не надо, потому что я с этим так, я думаю, что разберусь. На большинство вопросов, которые такие риторически задаются у игрока, возникают, скажем так, сразу. Игра сама. А, это... Я думал, у меня тут вот доджет надо. Ух, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Что здесь такое? И сюда... Сюда нельзя... Я что-то не понимаю... Блин. Меня напрягает то, что я просто не понимаю, какая текстура прозрачная, а какая нет. Неинтуитивно это ощущается, я бы сказал. Вот так вот. Меня еще там сверху на меня подстирали выстрелами. Так-так-так-так-так, аккуратненько. Собакин снова бегает тут. Собакин... Ух ты, блин. Жесть, как он больно бьет. У меня нет слов на этот счет. Я чувствую, что я недолго здесь еще проживу так. Я хочу убивать всех врагов. И мало ли из него что-то вкусняшка какая-нибудь выпадет. А, стоп, а он не поворачивается вообще что ли? Или как? Может, а так проще будет? Деревяшка. Потому что я думал, что надо вот там байзть на атаку, потом бить его. Все такое. Может, он не поворачивается именно в этом его суть этого моба. Он не такой страшный, как мне показалось сразу же. Так, здесь у нас тоже тупичок. То выглядит так, как будто затемненная такая стенка, которая должна быть секреткой в другой игре. Казалось бы. Степенно будем формировать впечатление от игры, собственно. Так, Ньюбай. Какая-то скидка здесь написана 50%. Магазинчик, судя по всему. Шляпник, приветствую тебя, чужестранец. Я могу предложить тебе самые разные зелья за весьма скромную цену. Не торопись. Так, мне нужно зелье лечения. Я вот что скажу. Сладости. А, мы за сладости покупаем. Судя по всему нам... Стоп, погрите-ка. А мне сладости получается. Я могу тратить их за беги, но мне их нужно с обоих еще валюты принести домой? Тогда мне выгоднее для того, чтобы для мета-прокачки выгоднее не тратить их или как? Узнаем сейчас постепенно. Так, а узнать, что с зелью я не могу. Да, вот это предполагаю, что будет хп. Заряд способности выше, никогда не угадал. А это что? Как узнать? Урон выше, подвижность выше. Хорошо. Спасибо. Они недорогие вроде как. То есть я могу скупать здесь спокойно хоть все? Подвижность выше. А можно мне зелье на хилочку? Ну, пожалуйста. Котя. Котя. Я, как всегда, очень такая миролюбивая привычка. Я вижу живое существо сразу на метной. Призыв молота. Случайным образом призывает во время боя могучий молот. Случайный образ, то есть пассивка, да? Ай, какой ужасный шрифт. Ни хрена не видно. Острые клинки. Совершая рывок вы наносите ими урон врагам. В сочетании с имеющимся оружием и аналогично с частичным эффектом урон увеличивается. Давайте молот попробую такой взять. И музычку я все же опять сделаю чуть потише. Никак не могу я устаканить себе звук, чтобы он меня идеально устраивал. Стивен тыква решил с разума уже очень давно. Все началось с его одержимость историумом. В результате чего он быстро утратил свое здравомыслие ученого и приступил к сбору огромных армий. Говорят, что теперь он проводит бессонные ночи в окружении зелий. То и дело, заходясь безумным смехом в попытках улучшить формулу. Это у нас, судя по всему, первая смерть на жар, да? Я, блин, сам тут аналогию буду приводить, судя по всему. Он меня сейчас вынесет, потому что у меня нет хп просто. Так, он кнопочки нужен. Ухти-ка. А, это мой молот. Надо кнопочки нажимать или как? А, я сам их нажимаю. Я должен их нажать, чтобы он спустил, судя по всему, да? Или что? Надо их быстро нажать или куда? Или где-то у меня показывается индикатор. Блин, уберите. Центральное, правое. А, их нужно в нужном порядке нажать. Все, понял. И что теперь? А, его отбросил теперь. Окей, держи. Молот появляется. То есть, реально у тебя все атаки как будто бы ватные. Как будто бы совсем уж мягенькие. Вот такое впечатление. Ай. Вот меня ударили, я даже не понял. И боссы я тоже бил, и... Эффекта визуального не хватало, как будто бы. Что это такое? Предполагаю, что эти штук касаться не стоит. Определенно. Так, хилка. А, они, смотрите, они едут, а потом они... Через них сначала надо перепрыгнуть, а потом они сверху еще на меня ляпаются. Тихо. Так, снова не тот порядок. Жесть, он их насрал сколько. Спусти его. Есть. Выталкивай. Влеча, теперь лупим. Запускаем призриков. Я не знаю, у нас ограничено по количеству урона ненаносимого ему. Или же... У нас ограничение... Вот так хорошо. Когда они в толпе, сразу же молотом долбануть. Вообще замечательно получилось. Так, он еще опаснее стал теперь. Ой, жесть. Ой, жесть! Нет, он меня убил, потому что цена ошибки высокая. Блин, как обидно. У меня, как всегда, вот я... Когда впервые в игру играю, я обязательно обосрался на первом боссе. А потом на изи гораздо дальше пройду. Ну, вот это обязательно. Но это было на самом деле, я бы сказал, что обосрал скорее не из-за того, что первый босс как-то я тут плохо доджил. Хотя не то, чтобы хорошо. Просто до этого я пришел с маленьким хп к нему. Ладно, допустим, готово. Выберите ингредиент, который вы хотите сохранить перед тем, как закончить. А-а-а! Я могу все перетащить? А, смотрите, у меня вот рюкзак огромный, а вот там у меня справа часть... А-а-а! И у меня есть слоты еще ограничены некоторые. Окей, пока что мы можем все перетаскивать. Жутик. Если ты действительно хочешь вернуться в этот мир Хэллоуин, тебе нужно раздобыть побольше. Окей, это понятно, да. Это мы говорили. Это мне пока что еще рановато, судя по всему. Окей, у меня есть 536 вот этой валюты. Тыквенный магазин. Здесь нужны другие ресурсы. Здесь ресурсы, судя по всему, всяких много надо будет разных искать. Разные для... Разные будут нужны мне. Здесь нам тоже не хватает разных ресурсов. А вот здесь хватает, кстати, детоксбакс. Магазин жизненных сил. Покупайте вкусные напитки, улучшающие параметры вашего здоровья. О, пассивки, давай, этот надо. Тыквенный латте. Тут, кстати, не рассчитано, что ты из первых попыток будешь далеко заходить, я так понимаю, потому что мета прокачки и так далее. Смуз. Устал от непрерывных сражений? Добро пожаловать в детоксбакс. Хочешь поднять свой уровень здоровья с помощью наших эксклюзивных чудесных напитков? Хотя и не дешевых. Был вопрос. Так, допустим. Ух ты, блин. Да, реально не дешевых. Он не врал. И кажется, следующий еще подороже. Генерация, это хп, да? Ни на что нам не хватает. Ладно, я понял. Идем дальше. Так, так, ну что, готов? Привет, только прежде чем начинать, убедись, что у тебя есть все необходимое. Да, если у меня все необходимое, почему у тебя, посмотрите, знак на голову висит, когда у тебя нового диалога вроде как не имеется. Так, это армия духов была, да? Вот это у нас... Такого вот пугалка какая-то вызывается. Мы превращаемся в форму призрака. Давайте попробуем это, допустим, поиспользовать. Так, сейчас, снова первый локация. Ну, поехали потихонечку. Пока первое впечатление такое, действительно, похоже местами. Ну, понятно, что жанры схожие, жанры те же. Сверя, вот здесь можно сверху, но куда-то можно залезть, нет? Эть. А, нет, да, выше уже нельзя. На хв, на издев. Посмотрим, что будет по балансу. Так, это мы читали уже. Но мне сильно не хватает... Интуитивности у игры. Более каких-то явных анимаций отключения урона. Таких вот сочных анимаций, я бы сказал. Что у него за эффект такой? Он как-то взорвется при смерти, или что? Вот усиленный. Может он... А, нет, не бессмертный. Ладно, допустим. Просто усиленный, судя по всему, был. Так, и мы здесь можем куда-то... Хрена себе, ребята, насырете тут. Давайте попробуем вот эту штучку делаем. Во, напугали и пошли вот так рубить. Я не знаю, я в этой форме не уязвим или нет. Честно говоря, проверять лишний раз не хотелось бы. И я сейчас понял, что надо быть очень аккуратным с КПМ, потому что это ресурс, который тяжело восполнить. Он, скажем так, не так много дропается. И я сразу отплатил охренительную плюху на пол лица сразу же. Жесть, цена ошибки очень высокая. Что-то напоминает, да? Нет. Нет. Окей. Тут я бы хотел, чтобы было понятнее, какие платформы я могу использовать, какие нет. У меня за окном легалка. Они дадут мне нормально позаписывать. Соседи не шумят. Зато. То мотоциклист там, то... Что-то еще. И как мне тут, блин, идти, если я не выживу выстрелов даже вражеских, которые из-за экрана по мне попадают. Атаки весьма себе резкие, и при этом больно бьют. Достаточно неприятно так получается. Оружие, я так понимаю, что у нас относительно... Сейчас слабенькое, потом будет новенькое какое-то добавляться постепенно. Так, 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 аккуратно. Эти все-таки разворачиваются, причем, да. Они, судя по всему, им надо тебя заметить. Я не могу иногда, бывает, прервать свою атаку сразу, что же... То есть, есть определенный такой лог при атаках. Так, а куда это я все иду? Слушайте, я здесь как в секретку сюда забрался. Я сюда мог не идти. Не знаю, есть ли смысл какой-то вот этих вот разветвлений. Может быть, потом у них будет... Может быть, там, типа, есть наверх, идешь на там больше какого-то ресурса вниз другого, или что-то еще в таком духе. Но пока что для меня это совершенно не выглядит хоть как... что в этом представляет, хоть какая-то разница. Кстати говоря, смотрите, комната буквально такая же. Как мы видели. Я думаю, что здесь все-таки, скорее всего, ну, рогалик и... Так просто с генерацией повезло, что с ними будут попадаться схожие комнаты. Или одни и те же принципы. Но это не игра на прохождение вроде. Тихонечко лупим. Думаю, что со второй попытки мы должны справиться с этим боссом, если я придусь к нему с нормальным хп, и не буду втыкаться в ящики, которые просто мне должны дать ресурсы. И ни хрена не приду к нему с хорошим хп. Если мы не выбьем где-нибудь хилку срочно. Причем желательно большую хилку. Потому что в деле я там какие-то нашел, были они, но... Я особо разницы не почувствовал с ними. Так-так-так-так-так-так. Не совсем явные атаки у некоторых врагов, когда они будут атаковать. Хилочка есть как раз-таки. Так, вот такой комнат у нас не было. Рывок все же вроде не дает неуземость. Ты можешь проскакить сквозь врагов. Ты можешь причем... Причем все враги вообще в принципе сквозны, то есть ты насквозь с них проходишь. Ну, по крайней мере, вот эти, например, сквозные. Не знаю, значит, всех. Ладно, не думаю, зарпится пока что. Охренеть! Я вот опять же не заметил просто, что меня ударило. Мобов много в толпе. Откратить от чего-нибудь проще простого. Так, давайте подождем немножечко с ним. Он пока тут злой. Он на меня поворачивается постоянно. Все, готов. Но учитывая, что мы так много, в принципе, душ фармием этого сториума, наверное, рассчитывая на то, что ты точно быстро себе улучшишь как-то. Меня занесло. Будешь уже посильнее. Какая-то тыковка. Опять же, тут на эти ящики нельзя забраться, хотя визуально не выглядит так, что прямо так и хочется. Мобы некоторые от атакции в игре прерываются. Она кусает буквально на бегу, от нее отходить проще простого. Даже сверху укусила. Вы серьезно? Что-то прямо... Что-то прямо больно пока что. И у меня уже этот босс... Что я буду с ним делать сейчас? У меня снова столько же хп. Я на одну тычку буквально. Ха-ха! Мы ресурсы какие-то постепенно выбиваем, конечно. Да я до него могу не дойти вовсе, кстати. Если сейчас что-то не найдем срочно. Еще ударили меня. Говорит очень выше нам, по-моему, они как раз-таки нужны были на что-то там. Так, подождем. Я думал, что, может быть, если он тебя не замечает, тогда ты можешь пройти мимо него. Обойти вот так. Оп-оп. И все, и лупить его в спину. Такое, надо разобраться еще, понять немножечко к работе его поведения. Деревяшка. Снова тут везде ящики. Эпловские какие-то. Плохо себя контролируешь в воздухе тоже так, мне кажется, пока что. Пока мне здесь не спуститься так. Классическим способом вниз плюс прыжок. С платформы ты не спрыгиваешь с такой, по крайней мере. Так, этот падла снова повернулся. Нет-нет-нет. Собаки пока что самое, наверное, противное, что здесь есть. Обожаю собачек жизни, но вот здесь что-то они неприятные весьма. Может, надо чаще апперкотом пользоваться. Может быть, он хорош. Так-так-так, бьем-бьем-бьем. Почти добили. Готов, наконец-то. Сейчас для меня, конечно, отмог весьма себе толстый. Мне бы хотя бы восстановить здоровье, чтобы я был не на одну пичку для босса. Хотя бы так. Я уже буду доволен. Так, снова собака побежала. Я, честно говоря, даже ее трогать особо не хочу. Ну и нахрен. А как мне сюда забраться? Как-то дальше, наверное, пройти надо, я не знаю. А, вот отсюда, наверное, да-да-да. Так, вот эти деревья, они непрозрачные. Так, а сверху есть какая-то статуя. Может, я там могу забраться как раз-таки и спрыгнуть с этого кувшина. Если я его сломаю, то, мол, нельзя будет? Оп. А, это тоже просто душит для меня. Хорошо. Больше валюты, больше возможностей, сильнее будут забеги, быстрее они станут сильными, все такое. Поэтому мне это очень даже полезно. Так, еще души. Много-много душ, больше душ. Хотя мне больше не хватает, скорее, других ресурсов, я думаю. Оп, хилка притянулась, отлично. Нет-нет-нет-нет-нет-нет, иди. У них тоже весьма противные такие атаки, если сразу не успела ее начать дамажить и вынести. Либо-то она может легко тебя сама ударить. Так, и тут я так понимаю, что сейчас будет у нас магазинчик с банками, наверное. Да-да-да. Я не понимаю пока, что их прикола. Подвижность выше. То есть я просто их скупаю себе по минимальной стоимости. А, урон ниже. А, они рандомные, да, походу? Максимальное здоровье выше, максимальное здоровье выше. Хорошо, если бы текущее еще повысится, как-то мне. Подвижность выше, подвижность выше. Судя по всему, двойной эффект. Больше здоровья и сладостей из врагов. Поздновато пришло. При каждом использовании особой способности, ваши атаки на 10 секунд становятся сильнее. Давайте возьмем себе вот это, допустим. Смотрите, что будет дальше. Сейчас у меня... Я на хилки не рассчитываю, у меня впереди босс. Мне нужно сначала с ним разобраться. Мне надо максимально себя бафнуть. К нему как раз. Так, вот это нужное вроде бы. А это тоже нужное. Запускаем. И поехали. Вообще, мы при особенности нашей начинаем бить не автоатаками как раз таки. Поэтому, может быть, эта штучка нам не особо была нужна. Потому что после обилки у нас ульт работает. А, кстати говоря, из этих мов тоже хилку может выпустить. Это хорошо, это приятно. На боссе можно тоже полечиться, получается. Так, аккуратно. Третий. Отлично. Так, и погнали его рубить. Главное, чтобы они на голову мне не ляпнутся. Но они вроде как ляпаются. Нет, вон она! Вон она! Нахрен. Дальше пролетело. Спустись. Бей его. Смотрите, мне кажется, что тебе дается сколько-то его снести. Судя по всему, не... Какой бы у тебя урон ни был, ты нанесешь столько же урона. Потому что сейчас я по нему промахивался, и он просто ничего не делал в это время. То есть четко дал мне время для атаки. Постепенно так изучаем, в принципе. Угадал. Нет, не угадал ни хрена. Значит, надо... Этот? Теперь вот этот. Окей. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Ни хрена себе задоджил. А это нет. Так, интересно, это будет финал уже его? Битвы с ним или... Да, походу. Отлично. Справились в этот раз. Дарк чат дали ачивочку за прохождение этого локации, судя по всему. За побеждение босса. Но я не понимаю, что там нарисовано, правда. Мяу. А, рипток. Это отсылка на тикток или что? Может, я не знаю. Мне нравится, когда игрушка такая, знаете, на современный манер. С отсылком на какие-то там современные социальные сети, приложения и так далее. Рипток. New. Что там? А, now it's free. Теперь бесплатно. Download написано. Да-да-да, это, судя по всему, тикток местный. Прикольно. Не знаю, заваляют такие штучки. Это, в принципе, игра, знаете, такая, которая должна содержать в себе фан-сервис на какие-то такие моменты, приятные диалоги и так далее. Но пока что мне не хватает озвучки у них очень сильно. То, что есть в приятной смерти как раз. Вот где голос? Просто вот какой-то нейтральный такой, знаете, который непереводимый даже. Он бы позволил тебе лучше понимать, каким вот интонацией и каким голосом персонаж какой-то говорит. Эй, Жутик, у меня есть для тебя предложение. Сладость или смерть? Хочешь продолжить свои странствия? Может быть, Death of 3, типа, сладость или гадость имеется в виду? Я не знаю просто, но Death of 3, это так, типа, смерть или лечение? Не знаю. Сладость или смерть? Хочешь продолжить свои странствия? Я дам тебе больше места для ингредиентов. Или пока вернуться в Hello Town, я дам тебе больше сладостей. Я хочу продолжить свои странствия, погодите. Я хочу больше... Продолжить, дай мне больше места для ингредиентов. Да, давайте вот это лучше. Сохранять дополнительный ингредиент в случае вашей смерти. Добрый рюкзак. На текущий забег, судя по всему, чисто. Окей, спасибо. Пройдемся еще. Сколько-то полтайм. Так, оставив далеко позади Даркчат с его нездоровой атмосферой, Жутик продолжает свой путь в Фейсбу. Среди шепчущих холмов и тревожащих теней располагается маркетинговый отдел Риптока. Огромное трендовое кладбище. То есть, здесь, знаете, как бы они на современном соцсете, нам за ссылка на такую, на вот, тематику Хэллоуина и так далее. Огромное трендовое кладбище, где заправляет коммерческий директор компании, Мадам Клинток. Говорят, эта старая ведьма настолько хороша в продажах, что может, к примеру, легко всучить скелету крем для ухода за кожей. Скелету? Крем для ухода за кожей. Я понял. Окей. Так, так, так. Тут у нас скелеты. Они вот, мобы тоже, они как-то с фоном, что ли, сливаются немножко. Ох ты, блин, там еще и самонаводящиеся выстрелы. А, и смотрите, я отражаю выстрелы в этой форме. Судя по всему, возможно, я вовсе не уязвим. Не знаю. Ауч. Это было не очень сильно, но, срама, больно. Я не знаю, большая это игра или нет. Я сомневаюсь, что она большая. Может, она тоже будет акцент делать на какие-то срывы, условные возвышения и так далее. Не знаю, посмотрим. Может быть, здесь будет просто контент. И постепенно как-то больше восстановиться с победами, с успехами и так далее. Но я бы хотел, собственно, ребят, если кому-то игра понравится, кто-то новенький на канале, то если я начинаю играть в игру, то, значит, я хочу ее более-менее полноценно пройти. Наразь, игра не будет как-то блистать какими-то, знаете, с такими прям очень качественным балансом и так далее. А у меня насчет этого есть некоторые подозрения, скажем так, опасения. Засчет выверенных механик и прочего. Подход за то, что у меня сейчас уже некоторые вопросики, знаете, так возникают. Весьма себе логичные. Так, это меня не ударили, вроде бы. Вот, теперь ударили пару раз. Возможно, что какие-то моменты, кстати говоря, в первую же неделю у этой игры могут поменяться, что-то изменить. Доработать по отзывам игроков, например. Здесь, опять же, у игры была демка, поэтому... А это, наверное, ее околофинальная версия должна быть все-таки. Скелеты бросаются всякой гадостью. Наземных мов очень удобно подбрасывать воздух, тогда они для меня безобидными становятся. Из них, соответственно, кости выпадают, что логично. Я думаю, ох, тут какие гости. Так, я бы, честно говоря, с ними повременил немножечко. Я бы зарядил свой ульт на мовах сверху и вернулся потом к ним. Здесь все равно вот какие-то такие канделябры есть. Мне не хватает сильно карты. Может быть, здесь карта как обилка добавится мне позже, я не знаю. Еще, во-первых, как-то так странно бывает, огибает некоторые препятствия. Не препятствия, а платформа. Меня дотягивает, скажем так. Ай. Она здесь такой же засранец, да? Так, а что с этой мадам делать? Может ее... А-а-а, ее выстрел надо, в принципе, отразить. Я просто подумал на счет этого как раз-таки. Окей, а то я думал, что мне до нее доставать как-то слишком уж неудобно. Как же больно. Покажет впечатление такое, что враги бьют примерно 50% здоровья не восполнил, и 50% здоровья остается в роли, которая восстанавливается постепенно, если ты не будешь получать урон, суть по всему. Что-то в таком духе. Спасибо хотя бы, что это не механик, раны и... Не восстановление, а вместе с лечением и так далее. Лечением плюс. Какая же тетка противная. Тоже. Вот эта атака вертикальная, может быть, ей лучше было бы... Я не мог двигаться вовремя. Ей надо три удара. Прямо... Все, наконец-то. Собаку даже трогать не хочу. Я рада, что в спину вот так бить. Оглушать, все такое. Отлично, зато она дает приличный такт душ. Так, а здесь у меня уже проход дальше. Благодаря карте я мог бы хотя бы понять, иду я туда, куда надо, или я хочу какую-то секретку еще посетить. Окей, это не те, могут, на которых я рассчитывал использовать эту обилку, но так получилось. Сколько за сегодня было уже плюх, которые просто из-за экрана откуда-то прилетели? Илья на них наткнулся вот таким образом. Пауки, которые стреляют то крестиком, то плюсиком вроде бы. Чередуют атаки, судя по всему. Так, и здесь мы шли за душами. Там было написано, что-то там Вилли Вонг или что-то такое, кстати говоря. Тоже отсылка на Вилли Вонг и шоколадную фабрику, которую я на самом деле особо не смотрел. Я ее немножечко смотрел. И плохо ее знаю, потому что мы ее смотрели на английском языке. Когда-то нам давали, и она была тоже на английском языке. Я далеко не все там нахрен понял, скажем так. Так, не помню, когда это было, но лет шесть назад, я не знаю, может быть больше. Пусти. Я не хочу убивать всех врагов, хотя из них хилки выпадают, но у меня он хилок не повышен, шанс дропа. Но при этом я могу огрести хорошенько. И здоровье у меня это никто не вернет потом уже. Так, ну поехали сюда, допустим, дальше. Опять же, не знаю, зачем мне здесь нужно разветвление, если у них нет какого-то вот индикатора, который покажет тебе отличия. Может здесь будет потом какие-то изменения, до которых ты сам должен будешь догадаться. Которые систематичные. А может быть это типа рандомно идет, но тогда никакого смысла в этом нет, если ты все равно никак не можешь повлиять на какая комната будет дальше. Если ты это не можешь знать. Так, вот так очень опасно прыгать на самом деле, когда я это уже ощутил просто. Ааа, кувшины. Я поражаюсь на самом деле логике. Ты сквозь врагов проходишь насквозь, а сквозь предметы, которые нужно разрушить, чтобы просто получить душ, и ты в них утыкаешься. Блин, как это странно все выглядит, сок, если честно. Противоречивые эмоции с первого почти не вызываются, но очень приятные с визуальной точки зрения. Возможно, что игру в первую очередь будет продавать именно что картинка. Не знаю, посмотрим. Опять же, я не забегаю вперед, говорю чисто свое первое впечатление. Мне нравится, так знаете, предположить, а потом смотреть, насколько это все оправдает ожидание или нет. Когда, в принципе, наиграешь много игр, то такие закономерности, многие моменты, как будет эвазиционировать себя игра, как она себя будет показывать на долгой дистанции, понимаешь, даже порой бывает с получаса игры. Например. Становится все ясно. Но как будто практик, посмотрим. Так, и рубим его. Энергия очень долго восстанавливается, в итоге получается так, что я сейчас все, чем занимаюсь, это просто рублю автоатаками. Но, опять же, я думаю, что это в самом начале, поэтому насчет этого далеко не забегаем. Насчет монотонности каких-то вот атак наших, поскольку у нас будет мета прокачки, и там наверняка у нас все вкачается и станет все гораздо красочнее за временем. Может быть больше обивок, может еще что-то больше такого, не знаю. Это неплохо, когда они разделяются и могут... Ты бьешь одного, а другой по тебе костями кидает. По индикатору у нас нет, надо постепенно самому примерно чувствовать и догадываться. У кого сколько осталось там, какая-то могила. Скип АД. Не знаю, что значит. Мне кажется, что могила на меня как-то ляпнуться захочет. Такое ощущение, не знаю. А, на поджопники прописывать. Она мне поджопник прописала и убила нахрен. И даже когда ты умер, кстати говоря, нет ощущения, что ты сдох. Типа ты умер, ты просто такой, просто испарился и исчез. Слишком уж все плавно, настолько, что ты не чувствуешь никакой анимации эффекта. Вот как-то так. Пока все ресурсы еще собираем. Блин, жалко, что ты не можешь все забрать с собой. Это типа прям будет себя просто замедлять по метапрогрессии, по большому счету. Если так задуматься. Так, это у меня спинопла... Спинномозговая плазма недоступна. Наверное, на английском, мне кажется, здесь шрифт будет нормальный. А вот на русском он как-то... Если становится маленьким, он начинает... Такая вот ряпина у него получается. Давай сверху посмотрим. Может быть, я здесь могу что-то купить. Не знаю, хочу ли, потому что сначала я хотел банки, наверное. Здесь деревяшек три нужно. Хорошо, не можем пока купить. Давайте тогда у тебя... Попробуем купить. Королевой ключи мыши нужно еще одну, да? А здесь надо целую кучу... Ладно, я вас понял. Судя по всему, мне нужно просто дальше идти заново в забег. Наверное. Попробую сейчас третью обилку. Постепенно они будут новые открываться. Но для начала нам нужно еще набрать других ресурсов. Идет очень быстро, а потом возвращается. Прямо как жизнь. Только ту уже не вернуть. Окей. Бумеранг будет хорошо косить толпу тоже. При этом... Не требовать идти в бой, скажем так. И попутно с этим я могу сам атаковать еще. Посмотрим. Первая обилка была лучше, наверное, на боссов. Хорошо, потому что она ограничена... Ну, количеством целей. Бьет по одиночной цели. И чем меньше целей, тем больше сфокусированного по ней урона будет. Пока что не совсем понятно. Вроде как бы... Теперь я сюда не залетел. Хотя мне казалось, что в центр этой площадки можно залезть. Какое-то странное такое местечко, если честно. Ух, тихо-тихо-тихо. Вот здесь, походу, мне бумеранг и пригодится, да? Стоп. Стоп. Как его там использовать-то нахрен? На другую клавишу. Но вот это. И он ко мне сразу же вернулся. Надо, получается, что мне юзануть бумеранг и уходить в другую сторону, чтобы он возвращался к нему как можно дольше. В принципе, логично. Тихо. Хорошо, вынесли собакина. Так, там можно было куда-то наверх пойти. У этих выстрелов, которые, конечно, сверху летят. Я очень чувствую себя ограниченным против врагов, которые находятся выше меня. Потому что если я подпрыгиваю, хочу сделать такую вертикальную атаку, я делаю удар по земле, наоборот. Так, этого снесем. Здесь у нас целая куча просто вот еще душ. Если бы эти души можно было обменивать на ресурс, я был бы очень рад. Может, потом в будущем появится такая возможность. Отлично. Хилку взяли. Замечательно тоже. Надо сундуки сломать. В том числе ради здоровички. Не забывать, что он может там тропнуться. Так, ну я сейчас хочу дойти хотя бы до второго босса. А там посмотрим, как получится. Стыковая с этим, мы, в принципе, поняли, как разбираться. Я думаю, что явно, ребят, не стоит забегать вперед, касаемо наличия контента в этой игре. Что сейчас у нас буквально один и тот же этаж выглядит отсюда не одинаково. Практически, наверное, одинаково. Тут что-то вдруг изменилось. Трубу надо использовать, чтобы подняться наверх. Немножечко другая комнатка такая. Я думаю, что потом наверняка новые какие-то отделы добавятся или еще что-то в таком духе. Так, хилка выпала, и она сразу причем подбирается, что на самом деле не всегда оптимально. Не всегда у меня... Ух, тихо-тихо-тихо! Сюда-то нельзя было нахрен, никто же не знал. Радует, что ловушки хотя бы не снимают у себя овер дохрена хп. Потому что некоторые игры бывают таким страдают, собственно, что я не очень фанат. Так, я понял, подождем. Эту штучку можно сломать, нет? Нельзя. И бьем в спину. Нет, не переходим только. Потому что, блин, из того, что они мобы прозрачные, ты проходишь порой насквозь тогда, когда тебе это не нужно. Хотя вот в этих ты вроде утыкаешься в спину. По-моему, здесь на странице очень грамотно сделал, на самом деле. Когда они на тебя не агрятся, ты утыкаешься в спину. Когда бьешь. Когда они поворачиваются, они для тебя являются прозрачными. У меня такое впечатление сложилось сейчас, не уверен точно. А, все, вынесли их. Снова две хилки выпали, и они мне сразу подбираются. Окей, сюда можно было упасть. А еще можно было залезть наверх, если бы я не сломал эти бочки раньше времени. Может, туда еще можно было залезть. Много очень такого ресурса здесь расположено. Зачастую ты его именно не из моба фармишь, а вот таких из сундучков всяких. Хочу побольше регенам маны. Хочу, чтобы было чем пользоваться, кроме какой-то автоатаки обычной. Так, я понял, переждем. Вот пока с этими, с поведением этих моб, надо бы подразобраться. Потому что они одни из самых опасных. Они причем разные по размеру, но я так понимаю, что по статам, наверное, по поведению никак не отличаются. Может быть, по статам у них чуть больше стата того, который большой, но не уверен. Могли какого не сделать. Вообще, логичнее, по-моему, было бы, если бы меня заглянали, требовало одну ячейку энергии. Ну нет, она требует все четыре, которые у меня имеются. Так, хилочка вот этот раз на мне. Более-менее в тему. Еще одна хилка, которая уже не в тему. Хорновато. Деревяшка себе выпала, хорошо. Из них прям хорошо, дроповцы хилки. Но, блин, тогда, когда не надо. Уйди, уйди. Потом подберись. Сможем прокачать следующий магоничек. Посмотрим, что у нас там будет качаться. Так, ждем. Не торопимся. Мне почему-то кажется, что может оказаться такое, что ресурсы, которые ты набираешь разные, что это может быть такая, знаете, механика из разрядного громождения, чтобы создать впечатление, разнообразие ресурсов и так далее. Хотя на деле это особый, особого функционала не имеет. И могли сделать все за обычную валюту и убалансить это в такую сторону. Но как на практике будет, то посмотрим. Я могу нажать вверх и нажать атаку. У меня будет вот такая, вот такой удар. Стоп, а он буквально вертикальный, кстати. Точно, я могу бить врагов, которые выше меня находятся, но только если... Если я на земле, а если я в воздухе, могу ли я их так бить? А, да, кстати говоря, я могу делать атаку вверх, такую, окей. Это позволит мне проще разбираться с врагами, которые летучие. А некоторых подбрасывать еще в воздух дополнительно, кстати. У меня просто автоатака обычная, я без апперкотов бью, и у меня враги подлетают. Это позволяет себе всякую мелочь чистить очень легко. 2-500 валюты уже практически. О, собакин снова. Ну, в принципе, сего в спину бьешь, но он оглушается, и дальше тебя особо ничего сделать не может, вроде бы. А нам сюда надо как раз-таки. Какой красивый сеттинг. Но как будто бы пустовато. Чего-то, вот вроде эффектов визуального много всего. Но чего-то не хватает в самом процессе. Я надеюсь, что монотонность, она еще как бы уйдет потихонечку, если у нас мы там прокачаемся, мы сможем чаще юзу свою обилку, может какие-то доп. опции появятся. Хотя, как по мне, для привлечения игрока нужно, чтобы первичное впечатление было сразу же очень такое позитивное, чтобы были какие-то еще опции. Помимо того, что я буду кликать автоатаку на протяжении трех забегов подряд. Вот это как-то странно, по-моему, что ли. Не знаю. Возможно, что вот в таких сундуках в них попадаются именно какие-то ресурсы, помимо. Потому что он стабильно как попадает в сериал фиолетовый летучий крыло летучей мыши. У нас в сериал этого цвета, не знаю, оно отражает редкость или нет. Это тоже дропать надо. Отлично. Анимация и картинка очень приятная. Так, здесь я бы бумеранг запустил на вот эту парочку. Насколько сильно бьет бумеранг, пока мне сложно сказать. Скорее всего, по толпе все-таки был гораздо лучше наш предыдущий навык. Если веря, вот эти мобы, они бьют своих союзников. Я это уже не первый раз замечаю. То есть, втором проходит по союзникам. Не верю, насколько здесь ты сможешь прямо этим пользоваться. О, когда у тебя тянет автоатакой, тебе вперед. Это причем именно автоатакой. Я не нажимаю вперед и атаку. Я вот нажимаю чисто автоатакой, меня тянет вперед. Я прохожу насквозь врага и попадаю четко под его тычку. Я не стоплюсь, а в него. То есть, много таких, как по мне, шероховатостей сразу чувствуется в игре. Где-то я это видел, да? Приятной смерти вспоминаю снова. Даже в этом плане игры схожи, да? Можно сказать. Знаете, это не та штучка, которая стоила бы, наверное... В которой стоит быть похожа на приятной смерти, хоть я очень люблю эту игру. Но то, что в ней много таких всяких недоработок, это, конечно, факт. Котенок, иди сюда. Поглажу своей метлой. Но при этом игра, знаете, она ощущается из-за вот этого стиля визуального. Она ощущается и воспринимается как-то вот не так нудно, что ли, для меня, как-то, может, в другом стиле было бы. А просто так задорно, лайтово, приятно. А, в деле вопросика урон ниже, вот почему, собственно, это оно чисто понижается. И остальные, это как попрет, урон выше, подвижность выше. Насколько это ощутимо, черт его знает. Урон ниже. Тоже у них вопросик, что ли, был? Что-нибудь максимум и здоровье выше. Что-то рядом урон, по-моему, в минус ушел. У меня так вам было нехватка. Больше здоровья и сладостей из врагов. Сохраняем дополнительный в един случае вашей смерти. Давайте больше хилок из врагов. Первого босса, я думаю, что мы должны снести. А дальше хилки мне пригодятся. Ну что ты, господин тыква. Раз, два, три. Изи. Угадал. Сходу просто. Я могу в любом темпе его бить. Может быть, есть какая-то ачивка, если я не вынесу. Типа, если я буду его слишком долго АФКшить. То есть он фиксирован, тебе позволяет сколько-то нанести урона, и все. Могли бы, на самом деле, с таким успехом сделать просто, что у него, там, не знаю, три условных пупоек, и ты его один раз дамажишь, и после этого он просто сразу возвращается. Раз тебе все равно не важно, чем его дамажить, правильно? Тебе не нужно быстрее его надамажить, или что-то еще такое. Так, погоди-ка. Вот это была первая, вроде бы. Вторая. Последняя. Так, выталкивает его засранца. Зато можно не париться насчет того, что эти вот штучки тебе мешают его атаковать. Ты можешь просто их переждать. Так, сейчас появляются мобы. Сейчас появляются мобы, и я юзаю на них свой бумеранг. Не подпрыгиваю, не подкидываю их наверх, потому что я как подкину, так они... Так, это был не тот. Это тоже не тот. Сначала первое вот это, значит. Второй. Окей, угадал. Третье это, допустим, запустим. Все. А, он своим падением тоже меня бьет. Учтем. Хорошо. Ну и мы его, собственно, запитываем просто. Наверное, автоатака чисто лупить поэффективнее будет, чем делать сильную атаку какую-то. У него пачечка дропа там, хилка, все такое. Как-то мое хп максимальное, но вот шкала сама по себе не повышается. У нас повышает значение хп, я так понимаю. Но оно не отображается визуально там. Либо я не замечаю, как оно растет. Не знаю. Я бы предпочел, чтобы там было какое-то число, условно говоря. Даже если у нас, допустим, шкала отображается вот так вот в фиксированности, она не увеличивает свои размеры. То чтобы хотя бы было число. А лучше визуально, чтобы был бы и тот и другой эффект. Мне кажется, такие базовые моменты, которые удивительно сейчас в играх, если не учитывают, например. Так, сладости или смерть, все такое. То же самое, судя по всему. Дай мне больше места для ингредиентов. Хорошо. Я не люблю совершенно всяких играх, где тебе даже если выгодно будет вернуться назад, сохранив все ресурсы, да, если бы у меня было бы, например, много разнообразных ресурсов, я мог бы вернуться и забрать все с собой. Я не большой фанат возвращаться, потому что остается некоторое число недовольтворение. Я предпочитаю, когда забег заканчивается либо смертью, либо победой. Но никогда я просто такой взял и вернулся. Поэтому я бы не хотел пользоваться этой опцией особо, но там уж как попрет. Вот она все-таки может быть мне необходима весьма. Я не знаю, есть в чем-то отличие скелетов тех, которые стреляют этих скелетов, те, которые бьют вблизи, чисто надо обратить на внимание будет, потому что можно просто если я на расстоянии контуры нахожусь, тогда они стреляют. А так они сблизи бьют чаще. О, не-не-не-не. Че, говню. Он бумеранг бьет очень слабо, у меня такое ощущение, не знаю. Может, мне кажется, конечно, что я пока что-то число тут не ориентируюсь, число у нас в принципе нет. Это причем в игре нет толком настроек игрового процесса. Никаких вообще. Буквально нет. Я не могу какие-то опции себе включить или выключить. Пока первое впечатление, как будто бы, знаете, игра... Я не могу назвать это демкой. Точнее как, как раз-таки... Блин, даже не знаю, как сказать. И как будто бы не хватает последнего какого-то патча, который вот отполирует игру. Скажем так, какие-то такие нюансы, которые просто вот игрок моего уровня сходу замечает. Я бы сказал так. Но так или иначе, хочу посмотреть и будем... Хочу полноценно впечатление сложить. Постепенно. Какие-то комбо-атак ты особо тоже не крутишь на самом деле. То есть тебе дается какой-то набор атак. На самом деле ты бьешь в основном обычной атакой все время и все. Это подбрасывание врагов, оно вообще странно выглядит. Я предпочел, чтобы враги подбрасывались моим апперкотом. Например, это было бы логичнее. Апперкот, тип, удар как раз-таки снизу вверх. Такой по челюсти все такое. Обычно. По крайней мере, около того. А тут как-то обычный удар. Иди, делаешь, бьешь, тебя мог взлетает. Зачем нужен апперкот, я не знаю. Вот такой. А так как раз-таки я вместе с ним подлита. Что такое? Не знаю. Просто руки, просто какой-то декор. Судя по всему. Но художник свое отработал, конечно, здесь. По вот визуальному эффекту. Мне вот такое, конечно, очень близко, очень нравится. Визуальному стилю. Так, еще больше ресурсов. Я бы хотел, чтобы эти кувшины быстрее ломались. Потому что их так много встречается, что ты реально много времени тратишь на их ломку просто. Так, сейчас надо подниматься здесь как-то, чтобы мне этот паук... Не продамажил, желательно. Эть! Понял. Отлично, вынесли все. Так, еще кувшинчик. Ну, мы сейчас уже точно сможем себе что-то вкачать. Я надеюсь, что ситуация станет поприятнее у нас в забеге. Помощнее мы станем в том числе. Здесь примерно комнат 5 идет, потом уже босс, судя по всему. Ну, примерно так, по крайней мере, было с первым. Я думаю, что со вторым, скорее всего, будет примерно такая же дистанция. Так, и наверх. Тут причем, вы смотрите, что неудобно. У тебя перст не просто он куда-то как-то позволяет тебе залететь, его подбрасывает после этого еще. Инерционно. Что весьма странно ощущается. Погоди, а как мне залезть на обратно-то? Карты-то я не вижу. Так, вот отсюда я могу вернуться, да. Наконец-то. Пришлось обойти немножечко так в сторону, слева. Теперь возвращаемся уже на основную часть карты. Мы могли туда, в принципе, не ходить на самом деле. Допустим, бумеранг, от которого, опять же, толку вроде как не особо много. Тихо. Тут опасно, потому что поджопники летят только так. А если я сверху буду его убить, а он мне ничего не сделает, получается ли как? Интересно, он бьется, ты ли, а куда-то сбоку или нет? Или только, или только спереди все же. Ух, нихрена, он бьет спереди, но достаточно высоко. Аккуратненько. Ну их, блин, бить, конечно, долго, у них много хп. У меня еще и пониженный урон вроде как. Надеюсь, больше не отхвачу. И надеюсь, что из этого выпадет хилка. Жесть. Вот когда мобы толстые, когда их душно-долго просто нудно лупить приходится, у тебя не хватает на них терпения. Ты за это начинаешь отхватывать. Я думаю, что наверняка в ближайшее время выйдет патч какой-нибудь, который сразу же учтет многие огрехи, которые игроки, мне кажется, далеко не только я, заметят сразу же. Хотя странно, что этого не было, потому что в грешб была доступна земка, получается. Поправлять тебе даст много поиграть. Но такие моменты, я думаю, там сразу были бы видны. Таквиное семя. А она от меня специально отлетает, причем когда я к ней прыгаю. Вот Винкс. Это горячие крылышки. Капсибу сейчас. А, и там крылышки летучих мышей. Окей. У них тут свои десерты. Свои деликатесы, своя еда. Так, вот здесь что-то еще есть. А, это просто рука, которая декор снова. У меня все байтит на это. Это все у нас чисто декор такой, который я не воспринимаю как декор. Знаете, как в мультфильмах, например, ты смотришь, и у тебя, в стареньких особенно, по крайней мере, да? Там Том и Джерри и так далее, там Дятел Вуди и прочее. Предмет, который будет взаимодействовать, он иначе прорисован. Он выделяется из общего, из общей картины. Ты сразу понимаешь, что с этим что-то будет связано. Вот здесь такой интуитивности не хватает. У тебя фон сливается с обычным эффектом. Жесть, сколько здесь. Ну, уйдите. Вот эта штука, например, она не прозрачная. А колонна у нее прозрачная. Кто геймдизайнер эту игру? Блин, серьезно у меня. Я вот очень хочу на позитиве, как бы, всегда играть. Но у меня очень много вопросов пока что возникает. Очень странные игровые решения, скажем так, на каждом шагу встречаются. Так, опять же. Не только игровые, на самом деле, просто дизайнерские даже, в принципе. Не по механикам, в смысле, а вот. Я до скелетов не могу достать. Давай, угасись. Блин, пока что, честно говоря, первое впечатляемое выгодка какое-то недоразумение. Я не хочу негативить, опять же. Ну, получается реально вот так. Так, раз, два. Налево сюда можно? Налево сюда можно, но не нужно. Потихонечку идем дальше. Тихо-тихо-тихо здесь тоже была. У нас такая шипастая штука, которую я не увидел. Выход. Я надеюсь, что будет баночка. Надеюсь, что какие-то комнаты, помимо обычных комнат с врагами, тоже будут встречаться все-таки событийные. Ну, я, по-моему, сейчас скоро уже сдохнул. С этим успехом. Лично один паук готов. Еще мышка агрится на атаку. Ждем. Че мне тут нахрен делать? Че эта штука мешает? Рывок не дает тебе возможности пройти сквозь... Этот снаряд по мне попадает. Рывок не дает возможности пройти сквозь снаряды. Он не дает тебе инфреймов. Что я должен делать в такой дурацкой ситуации? Перепрыгать через него, когда у меня потолок метр высотой? Я не знаю. Очень странные противоречивые у меня эмоции, честно говоря. Первичные. Так, а у меня не хватает места на что-то. Спиноплазменная жидкость, она редкая вроде как. Давайте железный самородок 2 выкинем. Деревяшки мне нужны еще, точно я помню. А все остальное я не уверен. Вот давайте сделаем так. Мы сразу здесь оказываемся, да. Вот у нас как бы забег заканчится, а потом мы выбираем какие ресурсы хрыть. Хотя логичнее вроде как было бы, наверное, наоборот. Визуальный эффект смерти, он тоже такой весьма себе странный. То есть вот задники, фон, дизайн красивый, но не хватает каких-то эффектов, ударов что ли, нанесения урона. ХП хочется, чтобы отображалось где-то как-то. Дамаг тоже непонятно, карты нет. Ощущение, что скорее игра вышла не совсем в ранний доступ, да, но на середине к релизу скорее, а не в полноценный релиз. Вот такое впечатление складывается. Не демо-версия, потому что здесь демо-версия не очень другое представление имеется. Тут может быть по контенту вроде как, может быть на релиз, но очень уж много вот таких вот моментов, которые должны были, условно, в раннем доступе у инди-игр отсекаются. Здесь не было раннего доступа, не знаю. Так, вон. Причем NPC мне говорят каждый раз одно и то же. Зачем они это повторяют, я тоже не знаю. Вопрос на вопросе пока что у меня. Так, давайте, ладно. Это, допустим, мы просто будем, можем хп здесь себе вкачать. Здесь, наверное, где-то будет у нас полно знаний о мистических силах. Скорее всего, это именно наши обилки сможем раскрывать, да? Обновление Windows дали, ачивку. Ну окей. Не красофт. И значок, собственно, винды. Вот я говорю, насколько я балдею с визуального эффекта. Настолько же с первого взгляда, по крайней мере, очень много вопросов возникает. Тыква Гейтс. Для самых трудных поручений я всегда выбираю самых ленивых воинов. Они находят самый легкий способ все сделать. Так, у нас тут есть... Улучшайте свои магические способности, которые не раз пригодятся на вашем путешествии. Добавьте еще один заряд к своей армии малюток-призраков. А, стоп. Вы же не хотите сказать, что у меня буквально три обилки и на этом все? Может, они потом в будущем добавятся, но я буквально их буду качать и качать их, судя по всему, я буду очень долго. Допустим, здесь плюс призрак, здесь плюс призрак. Оно везде плюс призрака добавляет, а здесь просто больше урона. Здесь у вас днев длится дольше. Здесь выносите больше урона в этом состоянии. Здесь у нас более быстрые бумеранги с ускоренным восстановлением, больше урона врагам. Здесь ваши бумеранги летят дальше. Очень странно пока что. Давай с ним будем пока с этим торопиться, потому что я хотел бы прокачать себе, наверное, вихрь этот, я хочу по толпе что-то иметь, в первую очередь, а не на босса. А бумеранг мне пока не заходит. Ну, еще будем пробовать самостоятельно с разными играми играть. Давайте я себе хп максимально прокачиваю, может быть, у меня здесь вкуснятина открыть ачивку. Здесь уже не хватает. Много сладостей нужно, кстати говоря, на открытие всего и вся, да. А вот здесь у нас что? Такинный магазин, обмен ингредиентов. Может быть, здесь у нас будут обилки потом покупаться. Вероятнее всего так. Я вот не весь контент, который мы получаем, скажем так. А здесь у нас что? Тоже деревяшное. Оружейный магазин, вот. Здесь вы можете приобрести мощное оружие для своих странствий. Вот это нужно было в первую очередь качать, но я как-то сюда даже не подпрыгнул. Здесь опять же как-то вот... Что вот это такое? Почему вот здесь я прохожу насквозь, а вот здесь я утыкаюсь? Почему я утыкаюсь здесь в воздух? Я не понимаю. Это типа я... Ааа, погоди-ка. Нет, я вот здесь утыкаюсь. Очень странно. Я не знаю. Серьезно. Я говорю, когда разработчиком является человек, который сам в играх весьма себе... Прошаренный, он в многие моменты может учесть заранее. Здесь такого впечатления не создается, например. У Братата абсолютное полное впечатление, что разработчик сам, он фанат и обожает играть в игры. Играет в них много и вдумчиво. Обращать внимание на какие-то там недоработки и прочее в других играх. А вот здесь прямо у нас какой-то вот вопрос на вопросе. Потому что, знаете, такая вот широкая аудитория, может быть, поиграла бы, например, и не обратила бы внимания на какие-то моменты, типа, ну, есть и есть. Пошла бы дальше. Может быть, разработчики также тестировали, например. Либо я даже не знаю. И, ребят, в конце я все же решил добавить вот такое вот дополнение, в котором решил объяснить все негодования у меня по поводу игры. Что меня не устроило, что мне не зашло. Собрать это как-то более-менее воедино. И объяснить, почему я все же не буду играть в эту игру дальше. Я не буду ее полноценно проходить. Такое у меня впервые, как впервые я сделал рефанд средств в стиме, то есть возврат средств. И вот хоть я предпочитаю проходить игры полноценно, но, по-моему, здесь просто из ряда вон выходящий случай насчет сырости геймплея просто на всех его уровнях. Визуал у игры крайне приятный и красивый, но ощущение, что на него весь бюджет словно и ушел. Либо разработкой занимался совсем новичок, который при этом даже сам мало играет в игры и увлекается ими в принципе. Сначала я думал даже не выпускать это видео, ведь игру проходить далее не планирую. Ну или по крайней мере сейчас, потому что мало ли вдруг она с ног на головы просто изменится, перевернется, все такое. Хотя я в этом все-таки сильно сомневаюсь, потому что игра вышла в полноценный релиз. Это не ранний доступ и не что-то еще такое. Но в итоге я решил, что все-таки пускай само видео будет на канале. Запись мне понравилась и показала, что в целом я весело поиграл, скажем так. Мне было бы как зрителю интересно, по крайней мере, посмотреть, что же там, мол, такое произошло, что Леоми впервые решил использовать возврат средств. Одну серийку, так, например, посмотреть, там посмотреть первое впечатление, саму, может быть, сложить какие-то мысли насчет игры, решить ее покупать или нет. Мне кажется, такое было бы в принципе уместно. Не знаю, будут ли еще такие видосы в принципе когда-нибудь, потому что я опять же, ребята, этого совершенно не планировал. Но вот так получилось, так, к сожалению, тоже бывает. Но полноценное прохождение игра даже близко не вытянет в плане интереса. Ощущается она слишком однообразно. И мне кажется, что чуть больше оружия и так далее не спасут ситуацию. И не думаю, что здесь дело в малом количестве проведенного времени в игре. В общем, из основных проблем я для себя заметил следующие, которые у меня вот бросились в глаза и которые я пока что, по крайней мере, не забыл. Хотя наверняка я учел далеко-далеко не все. Во-первых, это все, конечно, очень красиво, но чудовищно монотонно. Просто затыкиваешь автоатаками все. Скилл юзаешь раз в вечность. Конечно, потом новые откроются, будет не метла, а что-то другое. Но слишком мало опций выходит все равно. А те, что есть, выглядят странно и скучно. Подбрасывание врагов в воздух ужасно ощущается. А половина комбинаций просто не нужна. Дальше у нас идут ящики со сладостями, которые просто везде. И они даже банально мешают в боях. При этом ломать их порой нужно целым комбо-атак. Вот просто зачем? Это как бы мелочь, но тоже раздражает. Особенно в довесок ко всему остальному. Далее у нас идут неинтуитивные текстуры. Которые постоянно мешают, и ты не понимаешь, какие прозрачные, а какие нет. Где-то что-то спереди перекрывает частичный чан с ядом. Мол, его передний бортик выше. То колонна, у которой кусок прозрачный, а кусок нет. И это толком никак не выделяется. И действительно мешает себе во время игры. Я, например, играю в Skulls the Hero Slayer в Heaven Eyes Depth, в которых очень много всяких анимаций. И ты, бывает, теряешь там своего персонажа. Но даже там и близко нет такой проблемы, которая будет тебе доставлять схожие трудности, собственно, которых просто не должно быть в игре. Далее у нас нет ощущения нанесения и получения урона в принципе. Ты не чувствуешь какой-то вот отдачи. Не физически, что ты отталкиваешься, да? А вот просто какого-то импакта от воздействия. Будто ты перышком всех гладишь, а не бьешь какое-то там метло или чем-то еще. На боссе даже не понять, проходит урон или нет. Я когда пересматривал моменты записи и реально не понимал, попадаю, но ношу я урон боссу или нет. Я только по глядя на его хп понимал это. Сам босс вызвал у меня противоречивые эмоции. Я говорить могу только про первого, но мне кажется, это, скажем так, на всех гранях игры, на всех уровнях она вот вызывать у меня будет вопросы, скорее всего. И дело здесь не в том, что я посмотрел буквально на полтора первых этажа. Я думаю, что дальше останется все примерно на таком же уровне. Ощущения от босса были, будто ты в какой-то древней детской игрушке кнопочки нажимаешь. В общем-то, не знаю даже, как-то у меня просто противоречивые эмоции на этот счет. Комнаты сделаны местами просто неприятно и подло. Где-то мобов банально рандомно насыпали, а здоровяков бить тупо надоедает. Где-то вообще мобы стреляют из-за экрана, и ты этого никак не можешь узнать и увидеть. Просто плюха на голову прилетает, и все тут, ничего с этим не поделаешь. Анимации подготовки к атакам у них тоже зачастую плоско выглядят. И со спавном мобов и сражением с ними выходит либо какая-то каша, либо ощущается достаточно нудно и дубово. Когда ты просто не можешь сделать какое-то действие, когда тебе просто нужно затыкивать долго одного моба и так далее. При этом к этому добавляется хреновый контроль персонажем. Слишком он какой-то плавно инерционный. Перса то утягивает куда-то, то наоборот он не может двигаться из-за лока во время атак. Даже эффекты прыжка порой не чувствуешь. Словно персонажем управляешь через какого-то посредника, я даже не знаю, как еще это описать. Как если на роликах кататься, в ходулях например, и вместо того, чтобы они были продолжением ноги и тебя самого, ты чувствуешь себя наоборот какой-то неуклюжей курицей. Имбовое сравнение, конечно, в моем духе, но блин, я даже не знаю, как еще это иначе описать. Как это вот передать через картинку. Потому что если вы не играли в это сами, может быть вы не поймете сразу же о чем я говорю. Лично мне также очень сильно не хватает озвучек. В итоге игра как-то бездушно протекает, еще больше добавляет ощущение плоскости. А NPC порой повторяют один и тот же диалог перед действием. Зачем? Непонятно. Ну и замыкает этот списочек, конечно же, гринд, 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 который крутит статы, так для него еще и ввезены куча ресурсов для создания впечатления разнообразия. И тебе дополнительно их еще ограничивают при заборе после забега, чтобы лишний раз искусственно растянуть игру. Ну прям вообще зашибись. В итоге у меня общее впечатление такое, что будто кто-то поиграл, посмотрел пару игр, взял какие-то ультрабазовые очевидные и не самые лучшие вещи и сделал игру для совсем непривередливых игроков. Сейчас игра выглядит прямо крайне слабой в геймплее, причем по всем фронтам. Будто игру не то что разработчики клеток тестили, но это уже просто мем, а просто сделали и не проверяли как это работает на деле вообще. Будто вслепую механик накидали и так далее. Ощущение от геймплея, будто играешь в какую-то слабенькую старую телефонную игрушку с бездумным геймплеем и минимум какой-то проработкой, которая годится типа позалипать в очередях скорее и так далее. В глубину игра словно пустая, а по контенту крайне плоская. Я вообще не люблю критиковать что-то негативно отзываться, не хочу как-то и навредить разработчикам самой игре и так далее. Но по-моему сейчас она выглядит совсем слабенькой, и учитывая, что это уже релиз именно, то я даже как-то и не знаю. И вопрос здесь даже не в цене игры в 1189 рублей, а в долларах вроде бы она стоит 25 или что-то такое, не уверен точно. Цену разработчик, я считаю, сам выбирает какую поставить, а моя задача как игрока решить, хочу ли я отдавать деньги за услугу, в данном случае, чтобы поиграть в игру. Задача разработчика же найти такую условную золотую середину, когда игроки еще будут покупать игру, их будет в принципе много, но она при этом будет стоить не копейку. Так в целом не устраивает, мол, дорого, ну не покупай. Для меня это тоже ни разу не копейка. Но здесь вопросы, как я говорю, все же в другом для меня. Я всегда хочу пожелать удачи разработчикам и успехов в самой игре, но здесь этим успехом как будто даже и не пахнет, только если игру кардинально перерабатывать. Хоть я и говорю, это спустя всего лишь час с небольшим игры в нее, но что-то мне подсказывает, что эти проблемы не решатся просто в ходе ее прохождения. И это проблемы далеко не только скудного разнообразия ввиду неоткрытого контента. В итоге ролик, который я планировал сделать началом нового прохождения, получился вот таким вот прохождением с итоговым, скажем так, обзором, не обзором, мнением, впечатлением, которое, к сожалению, для игры оказалось не самым утешительным, скажем так. Такое тоже, к сожалению, бывает, но, в общем-то, как-то так, не знаю. Надеюсь, ребят, что вам было все-таки интересно посмотреть, делитесь своими впечатлениями, вроде бы без какого-то негатива и так далее, просто конструктивно и аккуратно описывая какие-то свои мысли касаемо игры и так далее. Будет интересно почитать. А так, в целом, ребят, на этом все на сегодня. Подписывайтесь на канал, я буду очень рад. Оставляйте комментарии, это будет видео, мне тоже будет очень приятно. Вступайте на связи в Discord, здесь все пообщаться, на канал все играли, чтобы подписаться, суть чего. Ну и я желаю всем, ребят, хорошего настроения, такого же дня, всем удачи, до новых встреч. Всех усь-пусь, и всем пока, пока.